Я в Жолновом. К нам приезжает прямо из Милана художник Александра. А вот и она, которая решила посетить нас. Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А где ваши, как бы говорится, инструменты и все остальное? Все остальное? Да, я уже рассказал зрителям, что вы прибыли прямо из Милана, оставив там выставки и модные ваши галереи. Ну так что вас заставило посетить наш город? Я думаю, что желание оставить здесь какое-то произведение такое, что местные жители бы, ну кто не может посетить, конечно, за границей, мало бывает. Вот здесь могли бы прикоснуться, сделать какую-то вот сюда из квартиры. Из квартиры, не просто квартиру, а квартиру-музей. Я так понимаю. Главное, чтобы было много друзей? Да. Ну, сюда проходим, да. Ну я без лимузина, потому что, ну, зачем нам этот пафос, панпезность? Ходи полезно. Да, нам поклонники не дадут поговорить. А все-таки гордость у нас не такой уж большой. Ну вот, собственно говоря, что мы очень рады, мы взволнованы вашим прибытием. И будем надеяться на ваши успехи. Да? Надеяться не нужно. Что-то. Вообще, ну там. Сейчас пока еще удары. Ты отмечаешь? Ну ладно. Привет, второй день. А говоришь, что это самое? Здравствуйте. Ну что, целоваться будем? Нет, нет, без нежности. Давай. Хватай. Я тоже тут зато. Ну вот, видишь. Пойдем. Работу закончить? Да, конечно, хочется. Да, работать. Ну это очень прохвально, я так и понял. Дома работа, работа на работе. Нет, ну это самое главное. И еще раз в этом мире. Потому что я вот когда что-то делаю такое интересное, мне тоже хочется все это закончить. Вот так 2-3 дня и уже перегораешь. Нет. Не так неинтересно. Нет, как бы она может перегореть, да, но не такие проекты. Так что, я так понял, что мы, кстати, идем второй день. Все будем переделывать, да? Все, появились новые идеи, все перестраивать, все перечерчивать. У вас. Да. Да. Точно? В смысле? По-подробнее. Нет, это не по-подробнее. Это называется ирония. Я же понимаю, я тоже с иронией. Слава богу. Вот я с этого-то и хотел начать. Самая главная черта. Когда люди, ну как-то знакомятся или встречаются, это называется как дальний круг. А когда уже начинают более-менее иронично разговаривать, это уже как ближе и ближе. Самая, самая, могу лекцию прочитать. Вот самое, когда близко, это уже сарказм начинается. Это уже высшее доверие. Ну как, это всегда-всегда. Вот когда, ну как, я могу рассказать, что, допустим, ну как будет в старые какие-то времена или еще что-то, ясно же, что незнакомец это какой-то опасный человек или кто-то еще. Ну мы как-то воевали, правильно, группы какие-то были. А как определить своего? Какой-то образуется язык такой, более-менее, ну как сказать, ну другой. И, допустим, друзья или там еще кто-то, постоянно друг друга, ну то что подкалывают. А, ну допустим, когда встречается, привет, старик, что ты такой, там какой-то такой, не такой. Да, тухлый, все такое. Он, знаешь, воспринимаешь, что все нормально, все это. Ну и тут же как бы включается, что какие-то пожелания там или еще что-то. Кстати, родители у нас говорят, ну в таком бессарказмном языке, а дети обижаются. Потому что им хотят, чтобы их говорить, какая-то красивая, какая-то, ты это, ты что сидишь, ты что уроки не делаешь, почему ты тут разлеглась, ну или разлегся, почему ты не ешь, почему ты худой там, толстый, ленивый. Ну, потому что они хотят добра. И когда другой человек, ну, разговаривает так вот, значит, это самый лучший человек в мире. Потому что другой, кто тебя, грубо говоря, ну хочет зла, он будет всегда тебе подлизываться. Да, он будет подлизываться. И говорит, ну молодец, что ты понимаешь. Вот. Так что моя лекция находит благодарного слушателя. В этом плане. А, кстати, а что с ориентацией? Я знаю, я лично, такое мнение, что у девушек, женщин, ну так как они сидели все-таки в чуме там где-то еще, с ориентацией это хреново. Я помню, как мы с тещей... Вот, в пространстве, нормальную, да, пока мы говорим про нормальную. И это самое, мы за грибами ходили. И так ходим, ходим по лесу, туда-сюда. Мы там, смотри, какие-то мы зигзаги начали записывать. Еще что-то. Я уже в конце концов не выдержанно, меня раздражил. Говорю, мы что, грибы собираем или что? Да мы уже полчаса как заблудились. Я говорю, как заблудились. Я была бы рада сказать, я бы вон туда идем. Сейчас я дорогу запоминаю. Первый раз я как-то отвлечен. Ну да. Я говорю, как заблудились. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 У меня, глядя на эту картину, вчера родились какие-то идеи, почему-то, я не знаю. Я бы нарисовал, допустим, вот в стиле таком-то, ну, центральная часть, и, допустим, животное, допустим, конь, допустим, птица, допустим, еще что-то. И вот они, когда, ну, как мы смотрим на них вперед, они здесь вот в таком виде, а здесь в нормальном, как бы, ну, реалистично. Смешать? Да, смешение стилей. Там в центре такой квадратик, они как бы там отражаются так, а здесь так. Вот, я даже своему ребенку некоторой сюжеты говорил, ну, это хочу, он говорит, нарисуй. Но у меня какие-то такие, в связи с тем, что у меня жизнь, наверное, тяжелая. Вот, я хотел нарисовать вот такая, как ты говоришь, узкая картинка такая, ну, не три на четыре, а вот такая узкая сверху, продолговатая. И тут, короче, на переднем плане такая гильотина стоит, окровавленная. А дальше на заднем фоне такой красивый дом, красивая лужайка, и вот ты попробуй туда пройдите сквозь вот это. Это что-то психологическое. Да, да. Можно нарисовать дом? Это стремление к хорошей жизни, ну, это самое. Сейчас он как-то продемонстрирует. И еще у меня, ну, это ладно, это не такой же сюжет, просто нарисовать аквариум. То есть, в смысле, пруд. И вот мы на переднем фоне, как срез воды, и там рыбки плавают. Ну, как будто мы стоим за стеклом, перед стеклом. Но это картина. Почему так никто не рисует тоже? А еще я хотел даже, может быть, кому-то заказать, потому что сам я нифига не смогу. Это действительно для интерьера. Это наша галактика. Вот так вот вся. Ну, как бы она так, галактика. И на ее ось крутит такой какой-то необычный механизм часовой. Какой-то из стеклянного. Может, ты фильм видел? Машина времени, там такой блестяшки, такие шестеренки какие-то необычные старые. Вот такой крутит механизм. И вокруг такой космос. Да, я поняла чего-то. Что, тоже прикольно? Или нет? Никогда такого смертима. Вот у меня много всякого есть. Просто я буду конкретно, если кто-то нарисовал мне где-то на другой стене, я не знаю. Я хочу такой сюжет. Тебе же кто-то тоже. Почему? Ну, что? Мы имеем сегодня знаменательный день. Сегодня окончание такой грандиозной работы. Перед нами вот стоит молодой художник. Но не такой уж совсем молодой. Он, в принципе, маститый. И может много нам что поведать и рассказать. Трудное было, да? Это работа и вообще. Нет, 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 нет. Нет, не трудно. Просто она бы вызывала такое чувство радости. Да, это работа. Да, что-то сродни удовольствию. Это возможность перенести свои чувства на стену. Да, да, да. Человеку, осмысленному, умному, мудрому, не знаю, прошедшему много путей в жизни. И во время хода создания этого шедевра много подчеркнуло мудрости, правильных слов. И, ну, честно, я очень рада, что вот так судьба нас свела на фестивале Моры внутри. Сейчас переводят на меня камеры, у меня вот такие расширенные глаза. Все видели мои расширенные глаза? Вот, поэтому я нисколько не сомневаюсь, что все в этом мире, как и все то, что делаем мы, осмысленные люди, или просто так. Да, я очень рад, что мы нашли взаимопонимание и какой-то консенсус, и родился этот шедевр вот таким необычным способом. Конечно, я пошел на берег ради какой-то прогулки, и вдруг увидел такую вот необычную компанию. И среди них мне именно, именно врезалась, как сказать, в мой, вот это именно картина. Ну и не зря. Все, по-моему, все согласятся, что это шедевр, просто шедевр. Ну да, по мере создания я как-то старался скрасить здесь. Абстрагировать. Да, и абстрагировать, и что-то рассказать. Ну и видел, что человек, конечно, воспринимает, и я на благодатную почву. Все мои, может быть, сказать, норовоучения. Ну ничего, что-то, что-то отпадет, что-то, что-то прорастет. Вот такая история получилась. За каждой картиной стоит история. Вот это они и знаменательны. Я люблю такие вещи. Не просто что-то где-то. Вот у нас тут наши инструменты для создания этого. Погода стоит хорошая. Все довольны. Никто не поругался и даже не подрался. И не было у нас каких-то таких недопониманий. Ну, был упорный труд и упорное стремление к чему-то лучшему. Я так это определяю. Ура! Где у нас салют? Шарики? На монтаже. А, на монтаже, да, сделаем обязательно. Салют.